Шалом! Иногда проповедникам, учителям и другим служителям люди приписывают статус неприкосновенности. Либо это делают они сами, либо это делают их последователи. Когда такой человек грешит и встает вопрос о том, чтобы принять по отношению к нему теленые дисциплинарные меры, иногда выдвигаются очень интересные возражения против принятия таких мер. Звучит оно так, поднимать руку на помазника Господня нельзя, об этом сказал еще царь Давид. Забавно, что ветхозаветная этика, которая обычно считается устаревшей, в этом случае почему-то вдруг становится очень актуальной. В прошлой программе мы выяснили, откуда взялось само это выражение, поднять руку на помазника Господня. И попытались понять, какое отношение это выражение имеет к нам, живущим сегодня. Мы сказали, что Давид, дважды отказавшийся убить Шауля, в русском переводе Саула, он является для нас хорошим примером. Во-первых, в том, что он прямо обличил Шауля в намерении убить его, в неоднократных, простите, попытках это сделать. Сам Ишуа сказал, что если брат согрешает против тебя, ты должен пойти к нему и обличить его в личной беседе. Это написано в 18 главе Евангелия от Матфея. Другими словами, цель обличения, в отличие от обвинения, не вынести приговор, а приобрести брата, то есть восстановить отношения. Тара говорит о том же самом. В книге Левит, главе 19 стихе 17 написано так. «Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха». Иначе говоря, обличение должно исходить не из обиды моей на того, кто обидел меня, а не из желания причинить боль в отместку, что по-человечески очень понятно и очень естественно, а из любви. История Каина с Авелем учит нас тому, что я таки сторож брату моему, сторож ближнему ему. Но сейчас мы с вами говорим не о грехах вообще брата, а о конкретном грехе, совершенном им против меня. Да, грех всегда разделяет, а Бог хочет единства, поскольку он сам един. Вот поэтому если брат согрешил против меня в чем-то конкретном, то Господь призывает меня пойти к нему. И не столько ради самого себя, чтобы высказать ему, как я чувствовал, как мне больно и все прочее, сколько ради него и ради того, чтобы восстановить наши с ним отношения. Чтобы он раскаялся в своем грехе, и тогда благодаря этому раскаянию наше отношение, наше общение сможет быть восстановлено. Это первое. Второе. Нам стоит поучиться у Давида уважительному отношению к человеку, поведение которого совершенно не вызывает никакого уважения. Шауль хочет убить кого? Не врага. Он хочет убить, во-первых, брата еврея. Во-вторых, он хочет убить своего верного слугу и воина, ни в чем не провинившегося перед своим царем. Его можно было бы назвать самыми разными нехорошими словами за это. Однако он царь, он помазанный господень. И поэтому Давид, не отрицая его намерения, не отрицая его поступков, обращается к нему так, как подданному следует обращаться к своему царю. Он называет его «отец мой». Нам осталось разобрать один вопрос. Должны ли мы также следовать примеру Давида в том, чтобы не оказывать никакого противодействия тем помазанникам господним, тем вождям и отцам нашим, которые тем или иным образом согрешили против нас? Давид говорит, что поскольку Шауль помазанный господень, он обладает неприкосновенностью, и поднять руку на него — большой грех. Означает ли это, что и мы должны ограничиться в таких ситуациях бегством и уважительным обличением с безопасного расстояния? Или у нас есть еще какие-то возможные варианты поведения в таких ситуациях? Прежде всего, давайте договоримся, что у нас с вами не пойдет сейчас речь ни о каких покушениях на чью-либо жизнь и здоровье со стороны помазанников. Не идет речь о покушении помазанников на вас. Соответственно, не идет речь также об их физической неприкосновенности. Я надеюсь, что вас никто не хочет убить. И если, не дай бог, кто-то все-таки есть такой, кто хочет вас убить, то кем бы эти люди ни были помазанниками господними или обычными уголовниками, ими, конечно же, должна заниматься полиция. Это первое. То есть мы говорим сейчас о неприкосновенности не в физическом смысле этого слова. Это первое отличие той ситуации, которая была в Танахе от нашей ситуации. А о подотчетности исключительно самому Господу Богу. Легитимна ли такая аналогия в таком случае между физической неприкосновенностью помазанников Танаха, с одной стороны, и неподотчетностью людям, сегодняшних служителей, с другой стороны? Ведь люди, которые нам говорят, что только сам Бог может убрать помазанника Господня или каким-то образом его исправить, они так или иначе неявным образом опираются именно на эту аналогию. между тем, что там была физическая неприкосновенность у царя Шауля, и сейчас у нас есть, ну, понятно, что не физическая неприкосновенность, но тем не менее определенная неприкосновенность у нас есть, у служителей, простите, у служителей сегодняшних есть. Вот, наше дело, дескать, вот как Давид отказался коснуться, поднять свою руку, так наше дело сегодня помалкивать. Вот о чем сегодня пойдет речь. Чтобы разобраться в легитимности этой аналогии, на которую люди опираются, давайте вначале выясним, кто были такие помазанники Господни тогда и кто они сейчас. Тогда, то есть в ветхозаветном Израиле, это были в основном священники, пророки и цари, хотя на самом деле не только, а ведь в некотором смысле весь Израиль — это помазанники Божьи. Например, Псалом 104 говорит о Боге так. «Вечно помнит завет свой, слово, которое заповедовал в тысячу родов, которое завещало Авраму и клятву свою Исааку, и поставил то Якову в закон и Израилю в завет вечный, говоря, «Тебе дам землю хананскую в удел наследия вашего». Когда их было еще мало, числом очень мало, «И они были пришельцами в ней и переходили от народа к народу, из царства к иному племени, никому не позволял обижать их и возбранял о них, то есть о народе Израиля, царям». Кавычки. «Не прикасайтесь к помазанным моим и пророкам моим не делайте зла». То есть по Божьему замыслу весь Израиль был призван быть народом царей и священников. Здесь он называет народ Израиля пророками и помазанными. И этот замысел осуществился, естественно, в Новом Завете, когда Дух Божий изливается на весь мессианский Израиль, то есть на евреев, верующих в Мессию Иешуа. Также, конечно, и на неевреев, верующих в Него. И это излияние Святого Духа было предсказано в Танахе пророком Йоэлем, или Иаилем в русской Библии. И оно осуществилось в праздник Сшивот, как мы с вами знаем, в праздник Пятидесятницы. Все это описано во второй главе книги Деяния апостола. Так что, если помазанник Господень, это человек, помазанный Святым Духом, то сегодня все мы, верующие в Мессию Иешуа, помазанники, Рав Шауль, он же апостол Павел, пишет в своем послании Коринфской общине так. Сам Бог вводит нас с вами в прочный союз с Мессией. Он помазал нас, поставил на нас свою печать и дал в наши сердца свой дух в качестве гарантии будущего. Это первая глава стихи 21-22 в переводе с терном. И в этом отношении Павел говорит, помазал, вводит нас с вами в прочный союз с Мессией. Он не отделяет себя, как апостола и, как может быть, основателя Коринфской общины, от членов общины. Он не выделяет здесь руководителей общины. Он говорит, что мы все, я и вы, мы в прочном союзе с Мессией. И, соответственно, всех нас Бог дал, всем нам Бог в наши сердца дал своего духа и поставил на наши сердца свою печать, на нас свою печать. Так что здесь между служителями и обычными, скажем так, людьми, хотя я не люблю это выражение, простыми верующими, нет никакого различия. В то же время, если помазанный Господень, как мы видим это в Танахе, этот человек не только помазанный духом, но также и поставленный Богом на определенное служение и соответствующую позицию власти, то, безусловно, сегодня в теле Мессии такие люди есть. Например, тот же Шауль или Павел в своих посланиях очень смело и очень недвусмысленно пишет общинам, которые он основал, о своей апостольской власти. И, независимо от того, верите ли вы в актуальность апостольского служения сегодня или нет, мы все прекрасно понимаем, что сегодня, как минимум, есть основатели и есть руководители общин. И вообще, что такое тело Мессии? Мы с вами понимаем, что тело Мессии, с одной стороны, это не аморфная какая-то демократическая тусовка, но, с другой стороны, это также и нежесткая иерархия во главе с неким Папой Римским. Что же именно собой представляет тело Мессии, это другой вопрос. Но сейчас я говорю о том, что хотя все мы помазанники, все мы, верующие в Вишуа, имеем Святого Духа в своих сердцах и имеем помазание, соответственно, Святого Духа на нас с вами, тем не менее, Новый Завет все-таки говорит о том, что некоторым из нас дана большая власть и большая ответственность. Написано о том, что есть пастыря с одной стороны, и есть овцы, и есть наставляющие словом, и есть наставляемые, есть строители и строения, пахари и нива, тут есть разные аналогии в Новом Завете, но все-таки мы понимаем из всего этого, что есть некий аналог в наше время, в Новом Завете, есть некий аналог тех помазанников Господних, которые были в Танахе. Теперь главный вопрос, самый интересный, есть ли на этих помазанников, на сегодняшних помазанников Господних, человеческое управа, или есть на них управа исключительно Божья? Я считаю, что есть и человеческое управа, и объясню почему. Во-первых, еще в Танахе мы видим среди помазанников самих подотчетность, по крайней мере, царей-пророкам. Одна из основных задач пророческого служения была в обличении греха, причем в том числе в обличении греха царей и священников. Царь Узиягу, в русском переводе это Озия, был обличаем священниками, не только пророками, но и священниками, когда решил заняться, например, таким делом, как кождение, то есть воскурение священного елея. Это было совершенно не его дело, этим делом могли по Таре заниматься исключительно священники. И поэтому, хотя цари и священники имели физическую неприкосновенность, они все-таки были подотчетны, на этом примере мы это видим, не только самому Господу Богу, каждый из них как бы только вертикально, напрямую перед Господом. Единственное служение, которое в Танахе, по крайней мере, выглядит действительно подотчетным исключительно самому Богу, это служение пророка. Во-вторых, в Новом Завете мы не видим, на мой взгляд, даже этого. Наивысшим по рангу духовной власти в Новом Завете является апостольское служение, поскольку апостолы были избраны непосредственно самим Ешо. Однако, несмотря на свое высокое положение, они, по всей видимости, были подотчетны друг другу. На это указывает, прежде всего, коллегиальность их управления мессианской общиной ранней, хотя и в Евангелиях, и в книге «Деяния апостолов» Петр явно выделяется среди остальных апостолов, он, тем не менее, подчиняется их авторитету. И последнее слово, например, на Иерусалимском апостольском соборе, оно не за ним. Послание собора этого к общинам из язычников написано апостолами и пресвитерами. Обратите внимание, не только апостолами, но апостолами и пресвитерами, то есть старшими братьями, старейшинами общин. И они в этом послании употребляют такую замечательную фразу «угодно святому духу и нам». Так что, если в ранней церкви кто и подчинялся Богу непосредственно, то, по-видимому, это был собор, то есть собрание апостолов и старейшин, а не единичные служители. Также апостол Павел, который, в принципе, был очень независимым в своем служении и в своих мнениях, так что в случае необходимости он даже обличал самого Петра, причем обличал прилюдно, как мы с вами знаем, это из послания Галата, тем не менее он признавал авторитет Иерусалимского собора, и он строго следовал его решению. Однако, какое-то отношение, я возвращаюсь к основному вопросу, какое-то отношение все имеет к нам с вами? Ведь апостолы, можно сказать, давно уже умерли. Кто играет сегодня их роль, непонятно. Многие харизматы в свободных общинах верят в то, что Бог восстанавливает апостольское и пророческое служение в наши дни, поэтому они ратуют за подотчетность каждой поместной общины тому или иному апостольскому служению или апостольской группе. Христиане в традиционных церквях, то есть католики, православные, некоторые протестанты, верят в так называемую апостольскую преемственность. И для них преемниками новозаветных апостолов являются епископы, которым должны подчиняться пастыря общин и священники. В зависимости от того, где, в какой динаминации, какая структура, какая схема, то или иное название, пастырь или священник. Но эти люди в любом случае должны подчиняться соответствующему епископу, который стоит над ними в иерархии власти. Остальные верующие в Ишуа не верят ни в восстановление апостольского служения, которое, как некоторые считают, происходит в наши дни, ни в апостольскую преемственность, в которую верят традиционные церкви. И поэтому в их общинах с подотчетностью дела обстоят по-разному. Где-то есть динаминации, которые объединяют несколько общин, может быть, даже много общин. И в таких случаях лидеры динаминации играют роль епископов. Они, соответственно, назначают руководителей общин или при необходимости снимают их с должности. Где-то общины полностью автономны, то есть они не объединены в какие-то группы, в динаминации. Они не признают над собой, соответственно, никакого высшего авторитета. И в этом случае, я думаю, это будет очень хорошо, если руководство общины коллегиальное, то есть не единоличное. И плохо, когда оно единоличное. И уж, на мой взгляд, совсем плохо, когда единоличный руководитель не подчинен хотя бы членскому собранию общины и проповедует доктрину о том, что упаси тебя Бог, поднять руку на помазанника Господня. Потому что это путь к диктатуре. К диктатуре, простите. А диктатура, на мой взгляд, с Царством Божьим не имеет ничего общего. Кстати, вот недавно я прочитал очень хорошую статью одного известного израильского мессианского лидера о духовной власти. Его несколько лет тому назад попросили взять на себя руководство одной общиной, пастора, который ушел на пенсию. И он пишет в статье, что когда попросили его сделать это, он собрал тогда лидеров вот этой общины, которую должен был возглавить. И он сказал им следующее. Если я цитирую то, что он пишет в статье, если я согрешу или поступлю недостойно своего звания, есть люди, которые могут снять меня с должности. Вот их имена, фамилии и телефоны. И на мой взгляд, это очень хороший пример для подражания. Однако, поймите меня правильно. Я не призываю вас раздобыть у вашего пастора в ближайшее воскресенье или в ближайший шаббат подобный список телефонов, имен и фамилий. И чуть что писать этим людям жалобы на него. В главе пятой послания к Тимофею Павел пишет, что никаких обвинений на старейшин общин Тимофей принимать к рассмотрению не должен, за исключением тех случаев, когда эти обвинения подкреплены показаниями как минимум двух очевидцев. Что же я говорю? Я говорю вот о чем. Я говорю о том, что при всем нашем уважении к служителям они должны быть подотчетны. И мы имеем право знать, кому ими. Спасибо. Салам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова